всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог так что кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной приятного вам просмотра начну я свой хобби влог с того что покажу как двигается дело в загадочных кошках дело двигается но потихоньку вот так получается уже очертания зверюги появились в общем то пока что вполне милый зверюга ну вот фломастеры ашан каждый день ашан птичка и икея ну пока я это дело отложу я потихоньку в течение дня подхожу что-то здесь раскрашиваю по чуть-чуть я знаете как правило подхожу к раскраске и от 1 до 5 цифры понемножку по раскрашиваю и дальше занимаюсь своими делами потом то мимо раскраски прошла еще раз так по кругу так ну а сейчас я буду раскрашивать ханни карлсон рассветный час здесь мы красим тоже вместе с оксаной но мы много чего вместе красим и выбрали вот эту иллюстрацию ну знаете может получиться так что у нас будут разные иллюстрации где-то такое тоже возможно мы это обсуждали потому как ну все-таки знаете январь такой месяц когда и были в новогодние праздники все такое конечно хочется в этот месяц но немножечко так расслабиться поэтому может быть что но если оксана не захочет эту иллюстрацию красить то выберет например какую-то другую в любом случае это совместное раскрашивание но я вот выбрала эти цветы тоже оксане предложила скинула как бы фотку потому что я когда только начала раскрашивать ханни карлсон я выбирала тоже там цветочки всякие еще что-то хотя мне именно хотелось раскрасить или какую-то зверюшку или какую-то девушку потому что видела что и другие в основном красят но что-то боялась потом все-таки стала раскрашивать ну понимаю надо снова к цветочкам вернуться а цветы я очень люблю раскрашивать в общем покажу либо процесс либо но какой-то промежуточный результат поэтому не переключайтесь оставайтесь со мной сейчас уже следующий день я вчера вечером еще немножко пораскрашивала здесь и сегодня пока готовился завтрак и сейчас немножко ну в общем по чуть-чуть дело продвигается в принципе пока что меня все радует ну как будет дальше не знаю так ну и ханна карлсон здесь я вчера самую малость только начала то что опять же было уже довольно таки поздно в общем попробовала я тут разные карандаши я начала вот с этих листочков и здесь я взяла derwent color soft они мне очень нравятся но я уже говорила что мне в принципе те карандаши которые я регулярно показывали мне все нравятся самые дешевые подороже как бы вот но мне захотелось derwent и здесь поиспользовать но знаете я была удивлена но именно вот на эту бумагу они отказ отказывались сложиться я добавила здесь немножко желтого из фикс прайса премиум вот эти 36 цветов и дальше стала использовать два color soft и зеленых и они прямо пришивили ложились прям как не то что скатывались но в общем как-то странно ложились в итоге я так несколько слоев с мучениями сделала не отказывались здесь ложится практически и я потом вспомнила старый добрый способ взяла еще раз фикс прайсовский желтый цвет и и все проплешины вот видите аккуратненько скрыла ничего такое возвращение в прошлое как я раньше красила ничего страшного потом я мне уже стало интересно потому что я здесь красила всегда исключительно по моему фикс прайса шаг мне так кажется и короче думаю дай-ка я попробую призму то что они же у меня тоже в конце только декабря появились где-то думаю дай-ка я попробую и здесь они легли идеально ну пока везде ложились хорошо так что раскрасила вот здесь листочек здесь три цвета так ну и это лиры лиры рембрандт акварельные но без размытия общем как то так но это я сейчас буду доделывать конечно это что я вчера просто хотела начать и тут листочки закончу вот немного уже по раскрашивала но я подобрала карандаш и это вот фикс прайс это ашан и это тоже ашан а сейчас все это да раскрашиваю вообще я цветы и люблю красить но и эти цветы мне вроде нравится сама их выбрала и в итоге что-то как-то у меня не идет но в любом случае сейчас я все это доделаю сделаю фон будет сухая пастель и немножко ее то есть не на весь лист скорее всего хотя как пойдет но мне кажется что будет не на весь лист кстати постоянно у меня на столе вот такая совушка я вот все думала но мне ее подарили я вот все думала для чего она в принципе ну просто она как бы вот так вот она не сидит особо как ты ее никуда не зацепишь так чтоб она в полностью во всей своей красе была но она мне нравится я думала может быть ну просто такая антистресс к пожмякать ее потому что вот у нее тут что-то такое мягкое приятное вообще она красивая я что-то думаю надо поискать в интернете а вчера вечером я короче она у меня вот так вот лежала к верху брюхом под лампой она вообще всегда стоит под лампой и в этом творческом уголке и когда у меня был в другом месте творческий уголок короче оказалось что она в темноте светится вот когда она вот так вот к верху брюхом лежит видимо вот эти частички которые там есть они как-то впитывают в себя свет и в итоге я вчера выключалась здесь свет и обнаружила что она светится в темноте вот это конечно прикольно вот ну у меня кстати в комнате еще обои светится ну в общем забавная вещичка по крайней мере теперь знаю что хотя бы светится так ну и сейчас я буду раскрашивать щелкунчики то есть я эту раскраску начинаю но я ее за 10 рублей на самом деле на складе купила мне понравилось что тут были римки ну вот поэтому и взяла и 10 рублей думаю ладно в общем надо бы ее начать что-то мне как-то особо вдохновение никакого нет думала вот это но потом передумала ладно общем буду красить эту иллюстрацию сделаю включение покажу но здесь наверное будет какая-нибудь масляная пастель как всегда она не какая-нибудь а пинтель ну карандаши дело потихоньку продвигается меня очень напрягало то что здесь полностью пустой фон поэтому я сначала просто думаю пол сделаю ну а там например сухой пастелью закрашу ночи то потом я подумала что можно попробовать изобразить что-то типа занавеса конечно косяков тут много ну да ладно я в конце концов это в принципе детская раскраска и я уже решила просто ее начать пропорции никаких не соблюдала хотя знаете на самом деле если представить что это допустим фотография то пропорции понятия растяжимая все зависит от того откуда допустим была сделана фотография прямо снизу сверху сбоку и в общем пропорции уже будут совершенно разными поэтому нормально абсолютно в общем балеринку я раскрасила раскрашивала ее но по платья и пуанты полихрома сами это у меня был но я сначала пачку эту шопенку раскрасила сейчас скажу каким полихрома сам но в общем а его ли сто третий оттенок и потом уже сверху красила таким без red 132 оттенок пуанты тоже вот этим 132 и потом терракотовый 186 так ну а волосы это ашановские карандаши которые 50 цветов и кожа а кожа у меня derwent flash pink 16 water color он мне все-таки больше всех для кожи нравится но и сейчас да здесь у меня еще серебро это который берлинга и золото тоже берлинга немножко елевой ручки краун это ашановские а и фикс прайсовские уже карандаши это тоже берлинга и здесь я буду красить вот я уже приготовила пентелев скую пастель балетки пуанты эти полихрома с и балетки тоже в общем-то полихрома с и это magic из фикс прайса короче говоря просто оживила картинку вот и все на сейчас я открою ту коробку мне что-то коробка стала подводить не нора раньше но у меня правда вот так стояло а сейчас она мне стоит вот так и там все что-то рассыпается мне это бесит надо то ли ее положить по-другому меня устраивает что она в том контейнере ладно может быть переложил другой контейнер но не хотелось бы так сейчас возьму здесь в принципе он сколько серых оттенков и грызуна кто тут крыжа у нас с длинным хвостом вот мы его сейчас и раскрасим ну что было интереснее я результат конечно уже покажу в конце месяца а то получится что и показывать будет ничего вот колготки я оставлю здесь как они есть белые ну наверное может быть а его ли да наверное а его лизе сюда и сюда добавлю но потому что тут будет точно серая ну кстати здесь актуально может быть и розовенькая потому что у крысу мышей лапки такие у них шерстка как раз вот вот так вот сделано как костюм до шерстка как как сделан костюм и в теории наверное можно и розовые какие-нибудь добавить ну скорее всего а его ли сделаю и хорошо вот тут не знаю тоже наверное а его ли ну а этот влог я буду завершать если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео заглядывайте в инстаграм три семерки рыжие три восьмерки благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья хорошего настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров пусть все ваши хотелки сбываются а ваши родные и близкие всегда вас поддерживают увидимся в следующем видео пока пока